После реформы о высшем образовании практически все специальности были переведены на программу бакалавриата. При этом период обучения сократился до 4 лет. Соответственно, многие дисциплины ушли за ненадобностью, а количество часов уменьшилось почти вдвое. Теперь основная нагрузка ложится на плечи самого студента. Особенно трудно приходится тем, кто осваивает технические специальности, ведь им кроме теоретических знаний нужна настоящая практика. Сегодня бытует мнение, что бакалавриат – это незаконченное высшее образование на уровне колледжа. Вопреки этому, руководство вузов развеивает все мифы. Бакалавр – это абсолютно полноценный специалист с высшим образованием, и бытуют разные мнения. Наверное, принципиальное отличие бакалавриата от специалитета, пожалуй, заключается в единственном таком моменте. Если вы решили посвятить себя науке, получив диплом бакалавра, вы должны закончить еще магистратуру, и только после этого вы имеете право поступать уже в аспирантуру. Несмотря на опасения студентов, многие работодатели оценивают будущих работников отнюдь не по диплому бакалавра. Поэтому проблем с трудоустройством у нынешних выпускников возникнуть не должно. Мы являемся производственным предприятием, выпускаем конкретную продукцию, поэтому у нас интерес не в высшем образовании, если оно у работника, а в том, как он работает. Поэтому особой разницы – высшее образование у него, средне-специальное или бакалавриат нет. Главное, чтобы он выполнял свою работу качественно и правильно. Наличие диплома о полном высшем образовании при наборе людей в нашу компанию не стоит на первом месте. Скорее мы делаем акцент на личностных качеств будущего сотрудника. Все же вопрос о системе высшего образования остается открытым. Ясно одно – с 2017 года бакалавры не смогут занимать руководящие должности, поэтому, чтобы претендовать на места чиновников, им необходимо проучиться еще два года в магистратуре. А попасть сюда сегодня не так легко, так как вместе с обычными студентами занять вакантные места спешат их бывшие преподаватели, повышающие профессиональную квалификацию.